Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 скумбрии. У скумбрии отрезаем плавники со стороны спинки, затем брюшко, отрезаем голову наискосок под плавники, затем отрезаем хвост, теперь разрезаем брюшко наискосок от плавников, удаляем внутренности черной пленки и кровь, отрезаем плавничок. Вот такая рыбка получается! Повторяем процесс со второй скумбрией. Этому трюпу меня научили в дорогом ресторане. Я всегда буду так готовить рыбу. Рецепт удивил всех моих гостей. Скумбрия в разы вкуснее лосося. Невероятно простой и доступный рецепт, очень легко готовить. Жареная рыба уже в прошлом. Вместо надоевшего лосося, я всегда буду вкусно готовить скумбрию. Рецепт из ресторана удивил всех гостей. Великолепный обед или ужин, готовится из простых и доступных продуктов, очень легко готовится. Рыба с овощами это не только вкусно, но и очень полезно. Это быстрый, простой и вкусный рецепт. Теперь на рыбе делаем надрезы на расстоянии 1 см друг от друга до хребта, не разрезая хребет. Вот так должно получиться. Переворачиваем рыбку и повторяем процесс со второй стороны. Аналогично поступаем со второй скумбрией. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить рыбу вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Перекладываем рыбу в удобную емкость. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Половину чайной ложки специй крылья. Половину чайной ложки гранулированного чеснока. Треть чайной ложки сушеного имбиря. И треть чайной ложки сушеного розмарина. Розмарин разминаем в руках. Поливаем двумя столовыми ложками растительного рафинированного масла. И хорошенько промазываем рыбку. Приготовим маринад. Нам понадобится 1 столовая ложка майонеза, 1 чайная ложка горчицы и 3 столовые ложки кетчупа. Перемешиваем. И хорошенько промазываем рыбку со всех сторон маринадом. Оставляем скумбрию промариноваться на 1 час. Затем форму для выпекания смазываем растительным рафинированным маслом. Перекладываем рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Займемся гарниром к рыбе. Один репчатый лук нарезаем некрупным кубиком. Музыка Музыка В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем 20 грамм сливочного масла. Растапливаем. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до появления лёгкой золотистости. Тем временем очищаем 2 зубчика чеснока. Теперь чеснок мелко нарезаем. Добавляем чеснок к луку, перемешиваем и обжариваем буквально 20-30 секунд, а тем временем на крупной тёрке быстренько натираем одну очищенную морковь. Добавляем морковь в сковороду, перемешиваем и обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, 700 г шампиньонов очищаем. Субтитры подогнал «Симон» Периодически овощи перемешиваем. Теперь грибы разрезаем пополам и нарезаем не очень тонкими пластинками. Овощи перемешиваем, освобождаем центр сковороды и отправляем туда грибочки. Добавляем треть чайной ложки соли, чтобы грибы пустили сок. Перемешиваем и обжариваем до выпаривания жидкости. А тем временем займемся помидорами. Удаляем плодоножку, разрезаем помидоры пополам и придерживая за шкурку, натираем на крупной терке. Из грибов выпарилась жидкость. Освобождаем центр сковороды, переливаем туда томатное пюре, добавляем треть чайной ложки сахара, перемешиваем и тушим одну минутку. Затем смешиваем овощи с помидорами и также протушиваем еще одну-две минуты. Добавляем 250 мл сметаны, у меня 15% жирности, перемешиваем, досаливаем по вкусу, добавляем черный перец по вкусу, перемешиваем и даем протушиться 3-4 минуты на умеренном огне. Тем временем рыбка приготовилась, посыпаем ее смесью черного и белого кунжута и отправляем в духовку еще на несколько минут без фольги, чтобы подрумянился кунжут. А тем временем мелко нарежем несколько стеблей зеленого лука. Грибочки готовы, подаем к столу. Перед подачей посыпаем зеленью. Скумбрия также готова. Перекладываем ее в блюдо для подачи, посыпаем зеленым луком и наслаждаемся. Невероятно простой и доступный рецепт для всех, даже богатая подруга подсела на этот рецепт. Скумбрия вкуснее лосося. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Если вы не знали, что приготовить на ужин, это идеальный рецепт для вас. Дешево и полезно. Жареная рыба уже в прошлом. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи, на каждый день или на праздничный стол. Готовить дома легко, просто и вкусно. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.